Аудиозапись разговора Алло, Майлан Алло Мы звонили, ты когда приедешь? Я сейчас, брат, на рабочий буду, по работе занят сейчас Я сейчас этот, поедем, сейчас ты мертон, мне сейчас лицо будет, это, уши, швы делать Потом этот, мой машина ренджер, я не знаю, не знаешь, где лобовую купить? Лобовую блеск, ну че это такое, Майлан? Ну так же нельзя, так не делаться, мы же не делаем Конечно, так нельзя, до этого, видишь, вам пока нет закрытого надо будет Вон, еще сегодня говорят, еще одного там знакомого поломали, еще о реанимации, говорят, че такое? Да, да, вообще это не пойдет так, нельзя делать Ну это, блин, ну те наши, ладно, некрасиво сделали, ну нельзя же все равно так всех убивать Конечно, конечно, нельзя так делать, да это молодые, тупые они Так нельзя делать Мужики, а мне сколько, мне это, меня сильно сломали, я не знаю, тебе звоню, не знаю, не знаю Давай я приеду вечером Че, ну а че, не знаю, приедешь вам А нет, это, говорят, сожгемся артиграми, если не закроешь, что закрывать или зажигать, не знаю Закройтесь пока, лучше не стоит, или вообще этот, вызовите ОМОН, ОМОН вызовите, пускай отцепление делают Потом, от них только будет, они два дня, три дня стоят Конечно Потом уйдут, да Деньги давайте им, деньги давай лучше им Пускай они стоят, конечно, я вот даже приду, они вместе, этот, меня с вами конкретно в одну лунку загонят Ну я тебе давай, ты 500 дам, ты скажи, чтоб не сжигали цартигран, я туда душу впал, я не могу чтоб они без нее остались, хотя бы Нет, ты этот, я-то ничего не сделаю тебе, давай лучше этот, позвони ОМОН, пускай ОМОН Поковори сам, я не хочу ни с кем разговаривать, тут все чужие, я не знаю, тут сейчас убивать, я хочу, не знаю, если ты поможешь, помоги, если нет, то я поеду, ну и нах, пускай чигают на Я, блядь, у меня тяжело, понимаешь, состояние, не могу я так Давай, я поеду Давай, позвони Теперь давайте зададимся вопросом, кто же записывал разговор между этими людьми Если это действительно голос хозяина ресторана, в таком случае, зачем ему записывать такой разговор, да еще и выкладывать в сеть В разговоре речь идет о деньгах, о плате за услуги полицейских, то есть о взятке Огласка такого разговора, если он действительно состоялся, не в интересах ни хозяина кафе, ни тем более полицейского, который таким образом подводит себя под уголовную статью Это значит, что разговор записывался третьей стороной Короче, по караганде тревога нас все собирают полицейских, дома сидите, никуда не находите В городе этот, автопарк армянский вот этот, разнесли, подожгли, кафешки армянские Все разбили, дома, где армяне живут, атакуют Вообще ужас, по всему городу что творится, вообще, говорит, паника Вообще в город не суетесь ночи Овал опасно Эти записи были распространены в сети буквально вчера, после завершения мирного митинга в Караганде Как видите, снова сотрудник полиции, неизвестное лицо, наводят жути на жителей города Рассказывают о каких-то жутких армянских погромах в Караганде Погромы оказались выдумкой, точнее провокацией Рассказывают о каких-то жутких армянских погромах в Караганде Продолжение следует...